Аттестат – важный документ, подтверждающий полученные знания за годы обучения. Чтобы заветный аттестат оказался в кармане выпускнику, необходимо сдать два обязательных предмета. К ним относятся математика и русский язык. 28 мая по всей России школьники сдавали наш великий и могучий язык. Минимальный порог для получения аттестата – 24 балла. Но для поступления в ВУЗ этого не хватит. Поэтому подготовка к ЕГЭ у 11-классников была серьезная. Секрет спокойствия – это подготовка, самое главное. Два года у нас было на то, чтобы подготовиться, но я считаю, что я готов. Сочинение написать без повторов, самое тяжелое. Больше всего баллов дают. Все на восьмое решат, но его на самом деле просто на работе надо. Чтобы у всех выпускников были равные шансы на экзамене, за ними пристально следят наблюдатели. Два сотрудника находятся непосредственно в аудитории и еще несколько следят с экранов компьютеров, через камеры, установленные в классе. Шпаргалки, разговоры и прочие сомнительные действия становятся поводом, чтобы наблюдатель нажал на кнопку. На портале есть специальная кнопочка, на которую мы нажимаем и отмечаем нарушение. И в дальнейшем она уже просматривается и решается, было ли это действительно нарушением. В поле зрения проверяющих попадают не только школьники, но и учителя. Они тоже могут совершить нарушение. Это работа с кимом. То есть, например, если ученик выходит и у него не проверяют полностью весь ким наличия, то это тоже является ошибкой. Тайминг, конечно же, сказать о начале экзамена, сказать о том, что осталось пять минут до конца экзамена. Онлайн-наблюдателей готовят в Ульяновском педагогическом университете в сотрудничестве с Институтом развития образования. В этом году в ситуационном центре УЛГУ работает 80 студентов, из которых 48 получили аккредитацию в качестве региональных онлайн-наблюдателей и 32 студента в качестве федеральных онлайн-наблюдателей.